Всем привет, с вами Алекс Ки и хотел рассказать вам о МРОД, что это такое и что ведет повышение МРОД на территории Российской Федерации. Итак, в 2018 году МРОД хотят поднять аж до 11 тысяч рублей. И таким образом, если повышение будет достаточно большим, соответственно, это подвигнет рост цен на продукты во всех сферах. То есть, если МРОД поднимает, то есть, если мы поднимаем минимальный размер оплаты труда, то, соответственно, у человека возрастает покупательская способность. Если возрастает покупательская способность, то это вызывает рост цен на продукты. Если вы уже заметили, что в вашем магазине начали подниматься цены на одни и те же продукты одного и того же бренда, что делает? Государство начинает поднимать МРОД для того, чтобы таким образом улучшить жизнь тем людям, которые находятся за чертой бедности. И даже если они трудоустроятся на какое место работать, у них должно быть обязательно данное пособие не ниже выходить. И, соответственно, они таким образом смогут как-то просуществовать, именно просуществовать на территории нашей страны. Довольно-таки большой процент у нас находится за чертой бедности. И этот процент с каждым годом, начиная с 2000-х годов, он все растет, растет и растет. Ситуация крайне не меняется. Я думаю, что в этом виноваты чиновники. Возможно, те люди, которые не обращаются за помощью в какие-либо инстанции, они не пишут каких-либо писем, обращений своим же чиновникам, главам муниципалитетов и так далее. Я считаю, что МРОД необходимо просто приостановить на определенной планке и стараться его не повысить, а просто улучшить именно условия. То есть просто обязать производителей держать цены в течение пяти лет на одном и том же уровне, к примеру. Или же, например, что-то благоустроить, дать возможность что-то приобрести. Вот, например, есть хорошая подвижка того, что семьям, которые имеют детей, два и более, дать льготную ипотеку на приобретение жилья, имущества, недвижимости. Ну, то есть приобретение себе своего кусочка земли, чтобы где-то они смогли жить. Но повышением МРОД это не даст скачок, потому что, к примеру, да, если, например, взять, мы увеличиваем МРОД, берем какую-то госструктуру, там, да, возможно, будет индексация заработных плат. Но если вы работаете в коммерческих структурах, которые являются нашим основным двигателем нашей экономики, то в коммерческих структурах у вас нету роста зарплат. То есть вот вы пришли и в течение, там, например, даже, к примеру, на бывшем месте работы, где я работал, зарплата и ставка, она была фиксирована до 2014 года. При этом, что цены потихоньку до 2014 года также росли, но основные базовые ставки, они не увеличились. На данный момент увеличились, что оклад, но также ставки остались теми же самыми. Но при этом цены-то выросли, начиная с 2014 года, скачок цены довольно-таки произошел большой. Все говорят то, что, возможно, я жалуюсь на жизнь, но при этом это все не так. На самом деле, я считаю, что просто надо защищать свои права. Есть очень достаточно большое количество стран, которые живут намного хуже, чем мы, но есть те страны, которые живут лучше, чем мы. Почему бы не равняться и не брать те моменты управления системой государственной у лучших стран и брать те плохие моменты у плохих стран, чтобы мы не становились им подобными, чтобы наше благосостояние наших граждан только становилось лучшим, чтобы люди имели возможность выехать из страны, посмотреть другие страны, как там люди живут. И таким образом они могли бы сравнить, как на самом деле все происходит в мире. Поэтому я считаю то, что мрот – это не тот показатель, который может нам каким-то образом поспособствовать улучшению нашей жизни на территории нашей страны. Вот таким вот получилось это видео. Если оно тебе понравилось, ставь лайк, также подписывайся на канал, жми колокольчик, чтобы не пропустить следующий видеоролик. Ну, у меня на этом все. Всем удачи, всем пока. Ставь лайк. 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 Субтитры сделал DimaTorzok